Цель конференции – объединение усилий ведущих ученых, преподавателей и аспирантов в рассмотрении такого значимого события, как присоединение Осетии к России в истории многонационального российского государства. Сергей Миняйлу, открывая конференцию в своей приветственной речи, подчеркнул важность мероприятия, отметив индивидуальность Осетии в многовековой истории, культуре, обычаях и традициях. Мы сильны своей индивидуальностью. Мы сильны, Россия сильна, своим многонациональным народом. Каждая национальность, она имеет свою историю, многовековую, свои обычаи, традиции, свои предыдущие. И сохранение, вот эти направления, которые я сказал, это сохранение нашей с вами силы, нашей с вами индивидуальность. Аллан Гоглоев со своей стороны отметил, что выбор добровольного присоединения к России, сделанный осетинами в 18-м столетии, глубоко и всесторонне продуманное решение. Сделав единожды выбор союза с Россией, осетины остались верны этому выбору во всех исторических обстоятельствах, осознавая себя частью великой общности народов, единых в радости и в горе, разделяющих свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России. Также, по словам президента Южной Осетии, принадлежность к России, Севера и Юга Осетии является объективной реальностью и залогом надежного будущего национальной государственности. В августе 2008 года Грузия в очередной раз развязала против Южной Осетии вооруженную агрессию. Перед лицом смертельной опасности наш народ черпал стойкость своей твердой уверенности, что Россия не оставит в беде, придет на помощь. В те августовские дни, когда руководством Российской Федерации было принято решение о проведении операций по принуждению Грузии к миру, огромное количество людей в России очень близко восприняло трагедию Южной Осетии. Такое возможно только тогда, когда есть ощущение чувства единства. Судьбоносное решение России о признании государственной независимости Южной Осетии в августе 2008-го – прочная гарантия безопасности юго-остинского народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии, отметил Гоглоев, особо подчеркнув, что путем союзничества и интеграции реализован принцип «две страны – единое пространство». Сегодня, выполняя союзнический долг и продолжая вековые традиции боевого сотрудничества, наши воины плечом к плечу с российскими бойцами защищают от геноцида российских соотечественников. В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях народ Южной Осетии всегда будет рядом с Россией, в которой связывает прочный мир и безопасность, гарантии развития и уверенность в завтрашнем дне. Из слов Алана Гоглоева следует, что Россия последовательно продвигается по пути свободного и суверенного развития, в основе которого самобытность, традиционные ценности, уважение к национальной культуре и обычаям. «Возможность защитить свои интересы, защитить право на будущность можем только вместе с Россией. Это твердый выбор Южной Осетии. В этом направлении мы продолжим работать и впредь». В завершении президент Аллан Гоглоев выразил уверенность, что работа конференции внесет значимый вклад в осмысление исторического опыта с едино-российских отношений, позволив оценить текущее состояние, потенциал и перспективы национального развития. За весомый вклад в научное сотрудничество Южной Осетии и России Аллан Гоглоев наградил орденом дружбы директора Института истории и археологии Северной Осетии Руслана Бзарова. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев, Зарима Арсуева, информационный выпуск «Сегодня».